Тайна, сокрытая в железе Мы низвели железо вам, в котором сильное зло, но и многое польза для людей. Упомянутое в аяте слово «низвели» можно перевести как «дано в пользование человеку». Однако это слово имеет еще и иное значение, показывающее, что аят несет в себе удивительный научный феномен. Это значение можно перевести как «физическое низвержение с неба», к примеру, дождя или солнечных лучей. И если принять во внимание это буквальное значение рассматриваемого выражения, то есть физически спустить железо с неба на Землю, то становится понятен важнейший научный феномен, заключенный в этом аяте. Дело в том, что согласно открытиям современной геологии и астрономии, существование на Земле месторождений железной руды объясняется космическим происхождением. Ученые предполагают, что железо появилось на Земле с гигантских звезд, расположенных в космических далях. Причем не только на Земле, но и во всей Солнечной системе железо появилось из внешнего космоса, ибо температура Солнца недостаточно для возникновения железа как химического элемента. Железо может быть образовано лишь в условиях сверхвысоких температур, измеряемых несколькими сотнями миллионов градусов, что возможно лишь в ядрах звезд, которые по своим размерам значительно превышают размеры нашего Солнца. В момент, когда железная масса внутри этих гигантских звездных тел, которым было дано название новых и сверхновых звезд, достигает критической массы, звезда оказывается уже не в состоянии держать в себе этот груз, и железная масса, переполняя звезду, взрывает ее изнутри. Образующиеся в результате такого взрыва метеориты, заключающие в себе массы железной породы, рассыпаются в космическом пространстве и попадая в поле тяготения одного из небесных тел, вращаются в пространстве до тех пор, пока не упадут на его поверхность. Из всего этого следует, что железная руда имеет неземное происхождение и попадала на Землю из внешнего космоса, то есть была низведена на Землю, как это и указывается в Корале. Совершенно очевидно, что в седьмом столетии, когда Коран был ниспослан на Землю, установить этот факт научным путем было невозможно. Эти сведения могли быть лишь откровением всеведущего Аллаха, обладателя беспредельной мудрости и знания. Субтитры создавал DimaTorzok